Итак, я постепенно делаю перевод книги Эмено, посвященную Сандхе. Итак, помимо перевода самой книги, я хочу найти соответствие правилам Сандхи в разных книгах, то есть сделать некий конкорданс. То есть, чтобы не переводить 12 правило именов, а сперва найти, как это правило выражено в конспекте Залезняка, в очерке Залезняка, в справочнике Миллера, в грамматике Кнауэра. Собственно, это основные источники в ведийской грамматике Елизаренковой. Таким образом, можно будет сделать более точный перевод. Поэтому я что делаю? Например, работая с очерком Залезняка, я пользуюсь формой поиска внутри Акробата, чтобы находить какие-то сочетания букв. Единственное, что от поиска Adobe Акробата не обращают внимание на долготы или на церебральные. Он их все воспринимает как одно. Ну, искать можно и внутри Варда, так как это исходные файлы, созданные мною. То есть и вордовский файл. Но мне обычно удобнее работать в PDF и в варде одновременно. Итак, находим какое-нибудь правило, которое не имеет соответствия. В конце документа я создал отдельный списочек. Указатели правил Санхи и МНО. Значит, всего правил в МНО 71 штука. Например, первое правило. АА плюс дифтонг. Соответствует долгому дифтонгу. На самом деле, выражение это спорное. Это тема, в которую углубляться мы не намерены. Но само Санхи, вынесенное в отдельном пункте А плюс АУ, нам вполне интересно. Оно отражено в учебнике Кочергиной 2015 года на 42 странице. Второй подпункт. И я не ограничиваюсь учебником Кочергиной. Например, есть вещи, которых нету в учебнике Кочергиной. Например, я не смог найти пункт восьмой. Хотя пока не утверждаю, что его там нету. Но сходу найти не смог. Значит, есть вещи, которые я уже успел проверить по очерку Залезняка. И если в учебнике Кочергиной я ссылаюсь на страницу и подпункт, то очерки Залезняка, по возможности, я ссылаюсь на номер параграфа. Не на номер страниц, а на номер параграфа. И если есть какие-то вещи, которые, если, соответственно, не полное, а частичное, тогда я добавляю сноски. Добавляю сноски. Ну, вот, например, в пункте 54 МНО. Значит, для 4-5 исключений МНО вводит отдельный пункт в своем списке. То есть, он не утверждает, что в санскрите есть 71 правило санхи. Среди них есть исключения. Например, БХОС. Так вот, этот БХОС я пока смог установить по памяти только в Миллере, в 30-м параграфе, в пункте А, и дальше идет подпункт греческая буква Э. И таким образом я хочу указать все возможные источники по всем пунктам, для того, чтобы составить разные указатели к книге МНО. Я планирую издать или осенью 2017-го, или уже 2018-м году. Но для этого мне надо проверить все ответы несколько раз. Есть отдельный файл ответов, сами упражнения, уточнять формулировки и отдельно правила. Для того, чтобы разобраться с правилами, нужно понять, как они описаны в русскоязычной литературе. Где-то формулировки МНО более водянистые, по сравнению, например, с Залезняком. Где-то, возможно, более полные. МНО опирается на Витни, поэтому по-хорошему заодно можем установить соответствие и Витни. Они, собственно, и так обозначены там, где уже они есть, но я думаю, что их больше, чем те, которые уже указал сам МНО. И было бы интересно посмотреть, что происходит с Восьмикнижием Панини. Потому что ссылки даются и на Панини. То есть, по-хорошему, хотя бы указанные сутры надо было бы перевести с комментарием. Это прям такая отдельная большая работа. Такой конкорданс всех грамматик. Это вот в первую очередь. А уже включение отливков из Витни, которые бывают достаточно большие, это пока под вопросом. Значит, что я делаю? Я нахожу те места, которые я до сих пор не установил. Ну, например, 26-е. 26-е. Значит, идет список исключений. Например, слово... Глагольный корень ВАХРЧ. Можем попробовать. Ctrl-C. ПД открывает. Подключивать. Заново выделив. Все сработало. Посмотрим, есть ли этот корень. Залезняка. Значит... Мы видим, что поиск достаточно неточный. ВАХРЫЧ. Он находит как БАХРАТОР. Что, конечно, не здорово. Другого он не находит. БАХРЫЧа. Не находит. Дальше. БАХРАТОР. Ну, МАХРЫЧ приводится в списки J2. Это то, что не объясняется в конспекте, но что вполне внятно изложено в очерке. Но это нам вряд ли помогает с нашей задачей САДХИ. С нашей задачей САДХИ. Хотя, хотя, отметить можно. Сноску всегда можно удалить. Дело в том, что классификация Залезняка, она на голову превосходит любую существующую в мире классификацию. Хоть на санскрите, хоть на английском, хоть на немецком. Поэтому вещи, которые именно приходится задавать в виде разных неточных формулировок, открытых списков, исчерпывающие даются в очерке. Поэтому, на самом деле, очерк это образец. И хотелось бы, в первую очередь, установить полную связь с ним. Во вторую очередь, полную связь с Миллером, потом уже с Кнауэром и Елизарем Кавей. Этого должно быть достаточно, чтобы переводы сделать точными. И чтобы издать первую книгу по САДХИ на русском языке. То есть, здесь надо изобретать. По-хорошему, надо глазами пробежаться через весь очерк сперва. Потом, путем поиска, в Word-овском файле или PDF-ном файле, смотреть разные сочетания. Опять же, тот же КС. КШ. Посмотреть в очерке. Отмотать на начало документа. И поехали. Так, что это такое? Церебрализация S. Нам она неинтересна. Мы ее уже находили. КШДД пишу так. Чинда. А теперь смотрим, а что мы, на самом деле, ищем так. Перечисляется к Близнеев. Крогатный Комни. Бхрич, 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 Мрич, Увьяч, Рач, Срич. Кто-то из них должен был попасться в примерах Злезняка. На самом деле, что-то похожее есть. Есть на самом деле, я боюсь, что здесь тоже опечатка. Бхрич, Джи, Джи, такого в санскрите не может быть. То есть, заодно найдено и опечатка. Бхрич. Так, смотрим, смотрим, смотрим. 26 правило имено может иметь связь с 36 пунктом 3 в примечаниях. Ну, тут мне надо посидеть, подумать, поразбираться. Такая достаточно кропотливая работа. Также можно проверить мои уже сделанные, добавленные пункты. на соответствие, на точность. Полностью ли совпадает, частично совпадает, исчерпывающий, лучше, хуже. Все это можно помечать, выделять цветом. То есть, это черновик указателя. Это не указатель. Я ни на что не настаиваю. Но если каждый день находить хотя бы одно санхи, тогда мы можем сделать новую книгу, такую, какой не было давным-давно даже на английском языке. Откуда я вообще знаю про имено? Про имено я знал из сопоставительного словаря, которому он готовил всю свою жизнь. Но помимо этого, его фамилию я вычитал из рецензии Вертоградовой на учебник Кочергиной 56-го года. Там я нашел имено. И мне стало интересно. Я искал эту книгу где-то 10 лет. 10 лет. Потом мне ее прислали, отсканировали в Америке. И потом 2 года я жил с тем, что я не буду ее трогать. Но не смог, не сдержался. И вот я медленно пытаюсь ее в чем-то усовершенствовать. Добавляю сноски. Исправляю с красным опечатки. Вопросов много. Но если вместе, то возможно многое. Спрашивайте. Вместе что-то придумаем. До свидания.